Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня мы хотим предложить вам особый выпуск. В эти дни не только Великобритания, но и весь мир прощается с королевой Елизаветой II. Наш британский монарх занимал особое место в сердцах многих и многих людей на земном шаре. Действительно, слова дурного не скажешь о королеве Елизавете. Человек огромной веры, огромной силы воли, большого духа, энергии. Человек, который рекордное количество лет пробыл на престоле и очень много сделал за время своего правления. И вот, конечно, наш канал не мог оставить это событие без внимания и никак не показать вам, что происходит и в Лондоне, и у нас в Северной Ирландии в эти дни. А страна действительно находится в трауре. Очень и очень многие люди близко к сердцу восприняли это событие. С любовью и уважением у нас к королеве относится, ну, наверное, каждый гражданин. Безразличных нет. И вот сейчас мы с вами сможем побывать в Лондоне вместе с нашим эксклюзивным репортером Владом Парком, который покажет нам, что творится в британской столице сегодня. Все это снято буквально вчера и позавчера. Самые свежие кадры, самые независимые, свежие новости и свежий взгляд на лондонскую столицу в эти дни. Также в эти выходные, в пятницу, субботу и воскресенье, мы вас приглашаем на ТОПОС-ТВ, где будут показаны две, на мой взгляд, лучших экскурсии Влада по Вестминстеру и по Виндзеру, связанные с королевской тематикой, с королевским домом Виндзеров. Я думаю, что вам это будет очень интересно. И вскользь эти сняты еще были в то время, когда не было много туристов в этих местах из-за ковидных времен. Так что они тоже в этом смысле уникально позволяют все рассмотреть и увидеть максимально качественно. Также хочу пригласить вас на канал. Влад Парк ведет свой тоже YouTube-канал. Описание этого видео содержит ссылочку на канал Влада. Обязательно посетите, но и не забудьте прийти на ТОПОС-ТВ. Показ экскурсии Влада начнется с пятницы, с 16.00 по Москве и будет продолжаться вплоть до полуночи воскресенья. Так что надеюсь, что вы все придете. Ну а теперь давайте перенесемся в столицу Великобритании, в Лондон. Здравствуйте! С вами Влад Парк, гид в Лондоне, Англии и Уильси. Сегодня 12 сентября 2022 года. Я нахожусь в центре мероприятий, связанных с кончиной Елизаветы II. На улице Мол, в начале улицы Мол, по направлению к Бакингемскому дворцу, возле Адмиралтейской арки. Кончина Елизаветы Георгиевны случилась неожиданно, хотя, конечно, в силу ее возраста, 96 лет, это все ожидалось. Все там будем, как говорится, но тем не менее, как, наверное, любая смерть, это все случилось неожиданно. И с самых первых минут, когда поступило сообщение о смерти, люди огромными толпами хлынули к Бакингемскому дворцу в Лондоне, к Виндзорскому замку в Виндзоре, для того, чтобы почтить память, показать свое уважение и любовь скончавшемуся монарху, которая находилась на троне 70 лет, самой долгоправящей из английских монархов. Несмотря на существующую оппозицию монархии, тем не менее, я считаю, абсолютное подавляющее большинство жителей Великобритании испытывали к Елизавете II все-таки теплые чувства, может быть, даже любовь, ну, как минимум, уважение. И поэтому даже абазриционеры присоединились к национальному трауру, который сейчас в самом разгаре. Траур будет продолжаться до ее похорон. А похорона у нас состоятся 19 сентября, это следующий понедельник, ровно через неделю. А до этого 4 дня она будет находиться, после того, как тело привезут из Шотландии, она будет находиться в Вестминстерском дворце, в Вестминстерском королевском дворце, в большом зале этого дворца, где традиционно прощаются со всеми скончавшимися монархами. Сегодня мы пройдем по самым центральным улицам, где происходят мероприятия, связанные с этим. С трагическим событием. И посмотрим, как люди до сих пор реагируют, а может быть, даже еще в большей степени реагируют на кончину Елизаветы II, чем это случилось в первые минуты. Разворачиваем камеру в противоположную сторону и начинаем двигаться. Сначала улица Молл прямо перед нами. Обычно она по субботам-воскресеньям превращается в пешеходную зону, но всю неделю до самых похорон Елизаветы II в этом случае она будет внепланово пешеходной зоной. Прямо перед нами мы видим заграждения, заборы, которые поставили для того, чтобы даже пешеходов не запускать. Есть соображение безопасности на улицу Молл, потому что у нас тут происходят сейчас подготовительные мероприятия к церемонии прощания с королевой, которая, как я уже говорил, состоится в следующий понедельник, 19 сентября. По обочинам стоят грузовые автомобили с различным оборудованием. Вероятно, здесь будут устанавливать, ну, наверное, трибуны. Посмотрим, как это будет выглядеть, я не уверен. Я иду просто в потоке людей по направлению к Бакенгенскому дворцу по улице Молл. Улица Молл с двух сторон всегда украшена какими-либо флагами обыкновенно, и вот сегодня в эти траурные дни, обратите внимание, это не траурные флаги, это союзный флаг Великобритании, так называемый Юнион Джек, которыми украшены все флагштоки слева и справа вдоль улицы. На территории Сент-Джеймского парка, который простирается вдоль улицы Молл, устанавливаются шатры для траурных мероприятий, огромное количество мобильных туалетных кабин, ожидается невероятное скопление народа в день похорон Елизаветы Второй. На противоположной стороне улицы Замолл мы видим электрическое табло, не знаю, видно ли вам на экране надписи, которые там меняют друг друга, которые гласят, что продолжительное время ожидания для желающих возложить цветы. К стенам или к забору, к ограде Бакингемского дворца. Нескончаемая река людей пересекает улицу Молл, специально предназначенных для них переходов. Это продолжается уже много часов, люди идут, идут, и их поток не кончается. По мере приближения к Бакингемскому дворцу, поток людей становится все плотнее и плотнее, и где-то вдалеке раздаются звуки гвардейского оркестра. Площадь перед Бакингемским дворцом сегодня недоступна для пешеходов. Обычно, когда это пешеходная зона, здесь люди могут ходить абсолютно везде. Прямо перед нами памятник королеве Виктории, и за ним сам Бакингемский дворец с полусприспущенным флагом на центральном флагштоке. А чуть правее, вдоль еще одного парка, Грин парка, целая батарея шатров. Это журналисты здесь расположились на всю последующую неделю. Очень, очень медленно, микроскопическими шагами я двигаюсь в потоке по периметру вокруг площади Бакингемского дворца в плотной реке людей. Некоторые возлагают цветы, не добравшись, вероятно, до ограды Бакингемского дворца прямо на клумбах. С левой стороны кем-то возложенный букет. И далее знаменитые клумбы Бакингемского дворца, которые периодически меняются несколько раз в год. Их композиции как только отцветают. Одни виды цветов высаживаются другие. Эти клумбы цветущие круглый год. Я не буду сегодня подходить к самой ограде дворца, потому что это очень долгий путь вокруг этой площади. Через саму площадь перехода нет, поэтому приходится обходить за 3-9 земель. Еще одно место, куда люди возлагают цветы, не сумевшие добраться к ограде Бакингемского дворца. Собственно, это, вероятно, сегодня основное место возложения цветов прямо возле ограды Сент-Джеймского парка. Между Сент-Джеймским парком и площадью перед Бакингемским дворцом горы цветов. Стволы многих деревьев в Сент-Джеймском парке также обложены букетами цветов. Далеко не все могут прорваться, как ради Бакингемского дворца. Покинув площадь перед дворцом, я углубляюсь в Сент-Джеймский парк. Двигаюсь по направлению к Вестминстерскому аббатству и Вестминстерскому дворцу, который некоторые называют домами парламента. Парк также переполнен людьми, несмотря на то, что сегодня понедельник, рабочий день. Сейчас около одного часа дня. И тем не менее, необычная ситуация для этого парка даже по воскресеньям, что по нему трудно передвигаться. На противоположной стороне Сент-Джеймского парка от Бакингемского дворца находится главная парадная площадь, Королевская Хорсгардс-Парейд. Она тоже сегодня украшена и всю последующую неделю до самых похорон черными, траурными шатрами здесь планируются тоже какие-то мероприятия, связанные с похоронами. И даже частично площадь огорожена металлическими барьерами, что совершенно нетипично. Здесь обычно доступ в любой уголок, в любое время суток. Ну, кроме тех моментов, когда происходят торжественные парады на День рождения королевы, День Победы и тому подобные большие национальные праздники. Черный кованый забор, мимо которого мы проходим, это вход на Даунинг-стрит, резиденцию премьер-министра и министра финансов. Сегодня здесь очень тихо, даже автоматчики-полицейские стоят вдалеке. Не знаю, может быть, потому что премьер-министр сегодня, несмотря на то, что она совершенно новенькая и свеженькая, не особо кому интересно. В период траура по Елизавете Георгиевне Виндзор. По соседству с резиденцией премьер-министра, после здания Министерства иностранных дел, в подвале Министерства финансов формируется очередь, чтобы зайти в Churchill War Rooms, или, я бы назвал его, музей Винстона Черчилля и музей, посвященный тем сотрудникам и военнослужащим, которые в течение шести лет, с 1939 по 1945 год, помогали здесь руководить страной. Так называемая Ставка Верховного Главнокомандования, так бы я ее назвал, на наш русскоязычный манер. Несмотря на траур, она открыта. Ну, почему бы нет? Здесь поющих трусов не показывают, поэтому вполне достойное заведение и не противоречит траурному настроению. Я нахожусь на площади перед Вестминстерским аббатством. Намного меньше туристов, чем последнее вне ковидное время. И прямо напротив аббатства происходит строительство трибун, предназначенных, насколько я понимаю, для людей, которые, ну, наверное, наиболее удачливые смогут наблюдать какие-то элементы процедуры прощания с Елизаветой Второй. А прощание или отпевание и будет происходить здесь, в Вестминстерском аббатстве или коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминстере. В этой церкви короновались 39 английских королей. И последняя из них Елизавета Вторая. Дата коронации нового короля Чарльза Третьего мне, по крайней мере, еще неизвестна. На коронацию Елизаветы Второй в 1953 году собор сумели уместить вовнутрь собора 8 тысяч человек. И огромные тысячи находились снаружи. подождем статистики количества человек, которые пришли почтить память Елизаветы Второй на ее отпевание. Я думаю, будет в разы больше. удивительная ситуация с Елизаветой Второй, что за 70 лет правления, особенно последние, скажем, десяток другой лет, она становилась все популярнее и популярнее, а не наоборот, как это часто происходит с политиками. монархами, ну уж не знаю, как это происходит с монархами, потому что на моей жизненной памяти это единственный монарх, при котором я жил, и такая же ситуация с подавляющим количеством населения Англии, Великобритании и других частей империи. Поэтому все для нас впервой. Все впервой, все неожиданно, все в первый раз. Может быть, я не прав, но мне кажется, что трибуны, которые строятся напротив Вестминстерского аббатства, предназначены для стоящей публики, а не для сидячих мест, судя по тому, как расположены террасы на этих трибунах. Подождем еще неделю и выясним, прав я или нет. Вестминстерское аббатство продолжает принимать туристов. Несмотря на траурные дни. Но я думаю, опять же, почему нет? Возможно, это шанс поучаствовать в истории. Побывать в этом аббатстве одними из последних перед отпеванием Елизаветы Второй. После того, как с Елизаветой Второй попрощается шотландская нация, что случилось совершенно непреднамеренно, потому что Елизавета умерла в своем родовом поместье Балморал, который находится в Шотландии. Тело Елизаветы Второй будет перевезено сюда, в Лондон, вот в это здание, на которое мы сейчас непосредственно смотрим. Это большой Вестминстерский холл. и в течение четырех дней оно будет находиться здесь для прощания нации. Это будет 15, 16, 17 и 18 сентября 2022 года. Доступ будет открыт 24 часа в сутки. Некоторые говорят 23, один час оставляют вероятно на уборку. Я сегодня слышал предположения знатоков, что ожидается такой наплыв народа для большинства наверное желающих, кто не успел первым занять место, займет около 30 часов, чтобы дойти с конца очереди до непосредственно гроба с телом Елизаветы Второй. Сегодня 12 сентября здесь произошло еще одно знаменательное событие в Вестминстерском Королевском дворце, на который мы сейчас смотрим. Его в качестве короля посетил впервые наш новый король, наш Чарльз Третий. Я продолжаю называть его Чарльзом, несмотря на возражения некоторых в кавычках знатоков. И несмотря на все русскоязычные так называемые в кавычках переводческие традиции, я считаю, что Чарльз должен быть Чарльзом, а не каким-то искаженным в русскоязычной версии на немецкий манер Карлом. Вы еще Вильяма Вильгельмом назовите. И если так гласит русскоязычная переводческая традиция, то я считаю, традицию нужно менять. Или пусть эта традиция идет лесом. Наш новый король Чарльз Третий у западного крыла Вестминстерского королевского дворца, где у нас разрешение короля заседает парламент уже последние лет 800. Тоже устанавливаются шатры в преддверии мероприятий по прощанию с телом Елизаветы Второй. Вот здесь, я так думаю, будет концентрироваться очередь. Поэтому, если кто-то планирует посетить Лондон, вы теперь знаете, куда идти. Это все, что мы хотели показать вам сегодня. Следующий наш специальный выпуск выйдет уже, наверное, теперь в субботу. И там мы покажем вам Белфаст, куда приезжал с визитом король, нынешний наш король Чарльз Третий. И уже репортаж будет вести, естественно, Рафаил. Так что, до встречи на выходных. Не забудьте прийти на ТОПОС ТВ. Все ссылочки есть в описании к этому видео. Спасибо за внимание, друзья, и до самых-самых скорых встреч!